В связи с нашими исследованиями по этике предлагается рассмотреть такой важный вопрос, как природа воли. Мы в прошлый раз на это вышли, в определенном способе, потому что из того, что такое воля по своей природе, будут следовать, собственно, определенные выводы в отношении этики. Я в свое время занимался сознанием, а сам это исследовал и в бесе с Антоном, там мы обсуждали. И там получалось так, что воля такая очень специфическая вещь, и чтобы ее объяснить, требуется нетривиальное представление о том, как на самом деле происходит управление. На самом деле представление о нашем организме, это естественное представление, состоит в том, что у нас есть некое одно начало, которое валит, которое управляет, и есть другое начало, которое подчиняется. Мы как бы раздваиваемся на то, что имеет управляющую функцию, и на то, что на самом деле этой управляющей функцией как-то подчиняется. Так вот, если рассматривать это более детально, я эту конструкцию, когда изучали сознание, рассказывал, то можно ставить вопрос о том, что есть некая генерация, некоторого рода генерация импульсов. Ну, под импульсами здесь понимаются импульсы желания, всякого рода влечения, всякого рода внутренние запросы. И эта генерация, она связана вот с нашим бессознателем, в частности, да? И вот эта генерация, она происходит постоянно. У нас постоянно есть запросы на то, чтобы попить, поесть, там, сходить в это определенного рода место, там, поспать, там. Это генерация нижнего уровня. У нас также есть и духовные запросы, там, книжку почитать, на семинар сходить и прочее. То есть, вот постоянно есть некоторого рода то, что называется производство, да, производство желания. Есть другой уровень, где, на самом деле, это производство либо усиливается, да, либо, как бы, этому производству открывается, да, дается зеленый свет, да, для того, чтобы оно могло развиваться, да, и быть активным. Либо, на самом деле, гасится, да, то есть, вот есть, как бы, функция такая, что какую-то генерацию, да, допустим, генерация, вот, например, связанная с сексуальной сферой. Там много, очень, запретов, да, и вот, как бы, возникают некие импульсы, да, сексуального характера, а наша воля их гасит, да, то есть, одни импульсы усиливает, которые разрешены, допустим, а другие импульсы гасит. И вот воля наша работает, как нечто вот такое, некая управляющая система со стороны, где вот это вот, где она усиливает, либо уничтожает определенного рода генерацию. Ну, то есть, опять же, о паровозе, да? Нет, я пока в этой парадигме, я просто попытаюсь, потом я дойду и до бифуркации. Так вот, вопрос-то в чем состоит? Все состоит в том, что мы, на самом деле, из-за вот этой первой генерации, да, то есть, первым субъектом, бессознательным субъектом, если можно так выразиться, да, мы, на самом деле, встроенные в мир, да, мы точно так же детерминированные и связанные со всем миром в единую сеть. Ну, слово здесь детерминированное условно, просто неважно, как устроен мир, пускай мир устроен не полностью детерминированным, пускай мир устроен, так бы, и бифуркационно, как-то он устроен. Ну, одной генерации, с помощью первого субъекта, субъекта генерации мы встроены в этот мир, да, и мы, как бы, в этом мире полностью погружены. Это, а другой стороной своей, да, то, что называется волей, мы можем, на самом деле, вот эти вот наши импульсы, ну, что-то с ними можем делать. И вот эта вот другая сторона, и есть, собственно, воля в узком смысле слова, да, то, что мы чувствуем как валение, как некое его рода преодоление, сопротивление, как некого рода активность. Вот то, что мы называем волей в узком смысле слова, а именно волю, как некое внутреннее чувство. Мы же, когда валим, мы всегда эту волю воспринимаем как некое ощущение, как некое чувство. Обычно нам очень очевидно, если это валение происходит, когда есть некое препятствие и сопротивление. Когда мы валим в неких автоматизмах, мы на самом деле не замечаем, что мы валим. Для нас, естественно, определенным образом действовать, мы уже привыкли к этому. Хотя мы себя принуждаем к какому-то определенному поведению, но это поведение для нас естественно, и поэтому мы не замечаем, что там есть воля. А вот когда возникает препятствие какого-либо, например, внутреннее препятствие, есть какая-то сильная, например, генерация, связанная с потребностью попить или поспать. А мы ей сопротивляемся, мы говорим, что не пить, не спать. И либо мы справляемся с такой генерацией, действительно нам удается удержаться, либо на самом деле мы не справляемся и засыпаем, допустим. Ну да, летит кирпич к тагу на голову. Либо мы с ним справляемся, либо мы с ним не справляемся. Если мы с ним справляемся, значит у нас воля сильная. Некоторые говорят, что мы просто каску надеем. Нет, дело не в этом. Дело просто в том, что очень важно здесь, чтобы было сопротивление. Если есть сопротивление, то у нас есть особое чувство преодоления препятствий. Ассимилированы или погружены? Ну ассимилированы, погружены. Ну это понятно, что... Смотри, не просто миссия препятствий. Смотри, как говорил, говорит, не счастье. А пища должна преодолеть. Дело не в этом. Какое у тебя определение есть вообще, что это такое воля? Еще раз, пока я пытаюсь этот вопрос рассмотреть со стороны его феноменологии. Что вот как мы чувствуем волю? Мы волю чувствуем как преодоление некого препятствия. Феноменологически, как мы его ощущаем? Что такое воля, если исходить из некоторого рода ощущения? Из некоторого рода первичного феномена? И исходить не из того, как мы это определяем. Для того, чтобы определить сначала надо феномен, предъявить. В чем состоит, собственно, сам феномен? Если мы берем весь организм, то в организм весь он не валит. Почему? Потому что в одном организме... Для чего-то. У тебя завтра экзамен... Цель ставишь, это все понятно. Завтра экзамен, очень хочется спать. Надо готовиться. Ты преодолеваешь сон для того, чтобы... Понятно. И у тебя воля таким образом превращается в прямую свою противоположность. Потому что экзамен, который нужно сдать, оказывается такой на тебя силой воздействует, что ты его валению не можешь противопостоять, и поэтому даже отказываешься... Нет, не может быть никакого валения экзамена, потому что ты принимаешь... А как ты иначе цель-то можешь поставить? Ты ставишь себе цель. И у тебя получается, что если есть у тебя какая-нибудь цель такая в жизни большая, то ты можешь не есть, не спать, и даже некоторые йоги могут... Правильно. В этом и состоит, собственно, эффект воли. Но эффект воли можно почувствовать, если... Либо если мы преодолеваем некое сопротивление. Это с одной стороны. А с другой стороны второй эффект, действительно. Я и хотел об этом говорить. Но это просто другой вид воли. Другой вид воли состоит в том, когда мы активно ставим цель, активно, и во что бы то ни стало ее осуществляем. Уже неважно, есть препятствие или нет препятствий. То есть одна воля, когда мы что-то... Она воспринимается нами как преодоление препятствий. Вот есть какой-то переход, да, какой-то контраст. Есть какое-то преодоление даже. Мы даже чувствуем некоторый эффект такой, да, вот мы, допустим, как в борьбе. Да, мы раз побеждаем, как бы, и чувствуем эффект того, что мы победили, да, вот мы перебороли. Это вот один эффект, который феноменологически ощущается просто как преодоление, как некий переход, контраст. А второй эффект состоит в том, что ты ставишь цель и ее достигаешь. Это второй эффект. Просто во второй эффект он не обязательно связан с преодолением. Но он тоже, действительно, это некая активность. То есть первая, на самом деле, не обязательно активность, потому что могут на тебя навалиться. Да, но я тебе хочу сказать, что в этом смысле как раз воли-то и нет в этом нашем... Как воли-то нет? Если ты ставишь цель. Если цель обладает перед тобой такой большой практикой... Ты же ее ставишь, цель-то. Ну, это непонятно. Ты же нам только что объяснил, на фоне бессознательного, что это она нам такую цель ставит. Нет. Это я говорил про генерацию. Ну вот, например, про генерацию, да. А генерируется это... Ну вот, ну какой-нибудь там мистический случай какой-нибудь. Нет, ну понимаешь, если мы считаем, на самом деле, что... Это, конечно, вопрос постановки цели. Если мы считаем, что цель нас обусловливает, да, а цель ведь то, чего не существует, то тогда бы, на самом деле, вообще нет никакой свободной воли. Тогда все нас обусловливает, потому что воля никак не может проявить себя тогда. Почему? Потому что единственный способ свободной воли себя проявить, поставить перед собой цель и ее достигнуть. Если мы считаем, что и в этом она обусловлена, то тогда вообще воля всегда тогда получается несвободна. Всегда. Да, но я просто не очень преодолеваю. Почему здесь преодоление кирпича-то всегда... Преодоление-то, еще раз, и два эффекта. Но я же тебе объясняю. Я различаю два эффекта. Первый эффект – преодоление. Мы воспринимаем это как некого рода внутреннее ощущение, как валение. Он воспринимается так. А второй эффект, он состоит в том, что ты активно цель ставишь, и цели нет еще. Ту цель, которую ты хочешь достигнуть, это будущее, которого нет еще. Но ты ее уже ставишь как нечто сегодняшнее. Это то, что для тебя важно уже сегодня. Хотя этого будущего еще нет. Допустим, сдать экзамен, экзамена еще нет. Но он уже для тебя сейчас уже определяющим является. Он для тебя сейчас уже важен. Но ты сам себя определил таким способом. Это другая воля. Это воля как активность. Два феномена. И там преодоление. Нет, здесь тоже присутствует преодоление. Но преодоление здесь исторично, потому что сам важен факт, что ты поставил цель. А там ты можешь просто хоть пить, хоть тебе хочется, а ты терпишь. Понимаешь, там только преодоление. Там цели никакой нет. Понимаешь, может и не быть цели. Допустим, недоступна вода или что-то еще в этом. То есть, я говорю, воля проявляется феноменологически двумя способами. Если у тебя вода недоступна, так ты не пьешь не потому, что ты не хочешь. Ну, в смысле, ты себе воля, а просто потому, что тебе нечего пить. Не, ну, можно побежать, искать эту воду, там, орать, кричать и прочее. Так это уже ты ставишь себе цель. Нет, это не, ну, не знаю. Но, как бы, еще раз говорю, что в чем различие здесь? Различие, как пассивность и активность. Вот есть некая пассивность, да, в олене, когда мы не проявляем никакой активности, мы просто нечто преодолеваем. Преодолеваем и ощущаем это преодоление как своего рода в олене. А вторая активность в чем состоит? То есть, что ты ставишь себе цель, понимаешь, что тут возникает вот эта вот сознательная составляющая. Вы, по-моему, как-то говорили уже о том, что воля это вообще, в принципе, активная деятельность. И не бывает воли без активности. Ну, а как преодоление бывает же? Ну, опять же, преодоление. Человек терпит, например, занимается спортом и терпит. В этом состоит его воля. Он преодолевает свою... Цель какую-то. Ну, еще раз говорю, что... Ну, не просто так, абстрактность. Ну, пойми, вот животное охотится, у него есть цель. Но это цель, и в любой деятельности я иду туда, у меня есть цель, потому что я иду туда. В каком-то направлении иду, у меня есть цель. И цель же понимается не в том смысле, что я ее, как бы, если я иду в каком-то направлении, значит, допустим, иду я на восток, значит, у меня цель восток. Цель же не в этом смысле понимается. Цель понимается как нечто, чего сейчас нет. я оставлю себе, чтобы я определяю свое настоящее будущее. То есть цель, понимая, как цель и полагание. А не просто как цель, как нечто впереди стоящее. Чему я движусь? В любом случае, воление активно. Ну, в общем, ладно. Конечно же, и в том, и в другом феномене проявляется, возможно, проявляется одна и та же воля. Но сам эффект, он, можно сказать, состоит из двух составляющих. Одна составляющая связана с преодолением, а вторая составляющая связана с активной постановкой целей. И я воспринимаю вот эти как два разных составляющих феномена. Стоит их объединять? По крайней мере, эти разные стороны. Может быть, одному феномену. Это пока непонятно. Одного феномена или не одного. Воля, на самом деле, она многосложная вещь. Я же сказал, что если мы на базе организма говорим, то мы не можем говорить, что организм валит. Почему? Потому что в одном организме валит, а другой подчиняется. Значит, организм распадается на составляющие. Тогда мы говорим в узком смысле слова то, что валит. И вот то, что валит, оно либо валит в смысле преодоления сопротивления внутреннего или внешнего, и в смысле активной постановки целей. Просто активная постановка целей, это как раз связано с этикой. Потому что в этике важна активная, сознательная постановка цели. В смысле, когда мы говорим о добре, что есть намерение совершать пользу, в этом присутствует валение активной постановки цели. Все это рассуждение о воле нужно просто для того, чтобы понять, в чем состоит, собственно, возможная наша свобода. Если взять в качестве гипотезы, что эта генерация, она от мира сего, то есть она как бы встроена в мир, неважно, дотерминистическая она или как-то по-другому устроена, с бифуркациями, сложным образом, каким-то образом встроена, то откуда берется вот это новое целеполагание? Получается, что это новое целеполагание возникает со стороны воли в узком смысле слова, которая управляет этой генерацией. Вот у нас есть внутренняя генерация, и управление этой генерацией, может ли она положить новую цель? Получается, что никак не может. Она ведь только либо усиливает ту генерацию, которая уже существует, либо подавляет ту генерацию, которая возникает. Получается, что единственный способ проявить нашу волю в этой конструкции – это подавить всякого рода наши желания, всякого рода нашу внутреннюю генерацию. И получается, что аскетизм и монашество, которые полностью искореняют всякого рода внутреннюю генерацию, то есть свою волю. Вот есть некая внутренняя генерация – это своя воля. Вот полностью ее искоренить – это и есть единственный способ в этом мире быть свободным. Потому что эта генерация плоти от плоти, от мира сего, она как бы связана всеми корнями с этим миром, она эгоистическая и прочее. Она эгоистическая в смысле и личная, или социальный эгоизм, и социальный эгоизм – это уже не важно. И тогда не эгоистическим будет только полный аскетизм, полный отказ от своей воли. Вот как монах. Он свою волю полностью подчиняет воле Божией. Или полностью от нее отказывается вообще. Подожди, он отказывается в каком смысле? Что он перестает есть, пить и вообще лечебное, и писать, больше подчинять? Нет. На этом уровне он отказывается насколько может. Естественно, жить-то надо, жизнь же тоже важна. На этом уровне он отказывается от хорошей пищи, отказывается от излишней пищи. От излишней воды отказывается. Для чего? Для того, чтобы восторжествовал дух? Да. А дух может восторжествовать только единственным способом, когда полностью подавляет всякую генеральность. То есть ты постоянно действуешь в такой противоположности между телом... Нет, тело не в теле. Есть и духовные генералы. Тогда идеально было бы просто тело лишиться. Ребят, при чем здесь тело? Генерация-то есть и духовная тоже. Духовная генерация тоже генерация. Всякого рода мысли. А любые мысли это скверные мысли. Что же тебя стоит абсолютно самому? Да, и отказаться от этого. От молитвы. Нет. Молитва как раз это способ отказаться от мыслей. Мне вообще кажется, что принципиально различия нет. Не важно, человек потыкает своим желанием, страстям. Тогда его воля нацелена на реализацию плоских желаний. Или когда монах, это просто подчинение воле сознанию. Все равно это его желание. Только это его осознанное сознательное желание. Желание его сознания быть таким, как Бог. И он ради этого... Но все равно это желание. То есть воля это своего рода реализация желаний. Способ реализации желаний. А Чикатило, скажем, какой-то ему... А он плодит. Нет. Дух совести говорит, что нельзя убивать и насиловать малолеток, так что называется. А он преодолевая это героически, усилием воли, начинает их убивать и насиловать. Да, разницы нет. Такой разницы между Чикатило и монахом нет никакой. Никакой нет. В смысле воли никакой нет. Да. Оба очень волевых человека. Потому что вы не понимаете, что такое генерация? Генерация... Чикатило реально захотел и добился. Да. Мало кто на это отважится. Настоящий мужик. Настоящий святой. Мало кто на это отважится. Еще раз, что такое генерация? Это желание. Желание. Вот у нас есть внутреннее движение, которое... Скажем так, вот мы представляем собой своего рода механизм такой, да? В нашем механизме есть некоторого рода импульсы какие-то, которые движутся. Эти импульсы пытаются овладеть нашей деятельной частью, да? Той частью, которая, ну там, руками, ногами и прочее, да? Чтобы действовать. Так вообще, что такое бессознательно? Бессознательно пытается управлять нами, да? Она пытается как бы пробить дорожку из своего внутреннего куда-то вовне, да? И проявляет себя вовне какими-то уродами действиями. Поэтому, понимаете, ваш пример «Щикатило» неправильный? Нет, у него есть другой более классный пример про этого, про поручика Ржевского. Вот генерация машина, да? Есть маленькая девочка, грязненькая такая-то, и она генерирует в тебе возможность ее пожалеть. И вот Ржевский приходит и говорит, господа, до чего довели Россию? Вот пришла девочка и просит у меня, плачет весь такая грязная, дядя, дайте мне, пожалуйста, хлеба, до чего довели Россию? И я эту девочку вот трахал, плакал и трахал, трахал и плакал. Еще раз говорю, главное больше у меня что поражает? Я не рассказываю ничего необычного. Да, в том-то деле. А вы примеры приводите некорректные, они вообще не относятся к делу. В случае Ржевского, в случае Ржевского и Чикатило воля-то не выведена на уровень сознания. Она бессознательно действует. Еще раз говорю, ребята, при чем действительность? Подожди, вопрос. На фоне Ржевского уж точно выведена на уровень сознания. Да ты пойми, что Чикатило брали и воспитывали. Но реализация это шла. Нельзя убивать просилок. Но понимаешь, еще раз говорю, что ваши возражения, они не подходят просто не потому на самом деле, что сами по себе они какие-то там примеры странные, а потому что они просто… Ты понимаешь, в чем дело? Просто ты никогда не сможешь в этой ситуации доказать, что ты именно останавливаешь влияние своих побуждений, вот эту машину желания останавливать. Может, у тебя машина желания такая, как у Чикатило. Чем пример Чикатило замечательный? Он, безусловно, не аскет. Просто желание расчленять, убивать, убивать и расчленять у него оказалось сильнее, чем все воспитания или остальные другие позывы совести. Нет, еще раз я могу… Я теперь понял, в чем у вас основная проблема может состоять. Вы почему-то считаете, что любое желание можно высказать, что вот есть такое желание какое-то. Желание, оно не имеет слов. Понимаешь, у него могу высказать, может быть, невозможно. Так вот… Проблема состоит в том, что… Ну, а Чикатило высказал. Нет. Еще раз говорю, что… Так вот в том-то и дело, что ты… Если нахожешься… Пожелание можно высказать на уровне сознания, а на уровне бессознательного есть только импульсы, понимаешь, генерация. Да, да. Тебя к чему-то тянет почему-то. Ты даже не знаешь почему. Да. Да. Просто тянет и все. И ты либо это делаешь, это исполняешь, либо нет. Да. Проблема состоит в том, что это вот, то, что называется генерация, она на уровне сознания может проявляться, может не проявляться. Хорошо. Но в любом случае, нас… Мы окружены вещами, которые нас каким-то образом провоцируют на какие-то действия. Да, да. Либо мы действуем в соответствии с этим провокацией. Хорошо. Почему? Там вещи есть, не только вещи, много что есть. Весь мир. Мы живем в мире, в котором связаны… Понятно. 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 И у нас, благодаря нашей культуре и благодаря нашей встроенности в этот мир, мы как бы живем в постоянном обмене с этим миром. В определенном роде вещи. Мы заходим в магазин, вызывают ассоциации, люди ассоциации, книги ассоциации вызывают. Вызывают. Еще тут придумать какие-то примеры странные. Но это я же не рассказываю, бог видит, что, это просто обыкновенная вещь. Я тут ничего вообще не придумываю. Я просто пересказываю то, о чем рассказывает психоанализ, о чем рассказывает психология. Хорошо, понятно. Понятно. Ну… Вопрос просто состоит в том, что мы можем это контролировать, и если мы можем это контролировать, в этом проявляется А если мы не можем это контролировать, мы так и говорим, что да, конечно, здорово, но вот я не мог себя контролировать. Иногда даже, например, что-то случается, человек, допустим, совершает какие-то поступки, а потом объясняет, не смог себя контролировать, не мог. Иногда он не может, потому что генерация зашкаливает у него, и всё. Ничего он делать уже не может. Он просто действует, и всё. Берёт и мочит там, или что там, берётся там. Кирпич на него летит, он ничего не может с ним сделать. Если брать в такой конструкции, в таком понимании воли, как управление своими генерациями, либо ты можешь управлять собой, либо ты собой управлять не можешь, то тогда, на самом деле, единственный способ быть свободным, это полностью максимально эту генерацию гасить. Потому что эта генерация, она плоть от плоти, от мира, она полностью детерминирована. Не важно, как устроен мир здесь, на самом деле. Детерминированный мир там, или бифургационный, это не важно. Потому что, в любом случае, в этом, это не твоё проявление, это не ты, в этом проявляется не твоя свобода, твоя автономность, а в этом проявляется мир, да, как он устроен, это неважно. Это обусловленность мира проявляется в этом. То есть, ты хочешь сказать, что на тебя извне нечто воздействует, и под влиянием этого воздействия ты действуешь, и генерируешь изнутри себя. Нет, она на тебя извне воздействует, оно, всё это воздействие не проявляется, изнутри, в виде желания, страхов, всякорда импульсов. Подожди, я хотел договорить, просто я к чему говорю, если я правильно говорю, то есть, то, что извне на тебя воздействует, воздействует, оно уже на тебя не таким образом, как оно же в тебе порождает твои же желания. И чем вот эти желания, порожденные внешним миром в тебе, отличаются от тех, которые генерируются в тебе же? Отличаются ли они? Понимаешь, когда ты говоришь, что твои желания, то ты на самом деле, вот тут тот импульс воли, вот тот, то... Понимаешь, у нас в самом деле два центра. Один центр, это центр, связанный с этой генерацией, к которому мы никак не властны, он сам по себе существует. Но который для тебя сидит, который, собственно, что-то генерирует. Мы встроены в мир, как живой организм, любовь. Воздействием внешнего мира. Внешний мир же тоже на тебя воздействует. Он же воздействует на тебя, он же воздействует посредством тебя же самому. Ну а что такое, в чем смысл? Кирпич же не кирпичевостью тебя на тебя воздействует. Кирпич воздействует на тебя, создает в тебе самом нечто, что тебя уже, знаешь, двигает в тебе. Когда я говорю, встроенность в мир, в чем это означает? Я вообще не понимаю. Ну а что мы говорим? Встроенность в мир, это что такое? Ты вот говоришь, что... Я говорю это так, человек встроен в мир. Это и означает, что и внешний, и внутренний, вся совокупность, вся сеть мировая. На микро, на макро, на глобальном уровне, на любом уровне. Это называется встроен мир, понимаешь? Мы занимаем определенное место в сущности причин. Я говорю, отличаются ли те генерации, которые воздействуют с тебя со стороны мира, и те генерации, которые ты генерируешь сам неконтролируемо. Отличаются ли они, в принципе, по сути, друг от друга? Я не понимаю, что это значит сам я генерирую. Я ничего не генерирую, все генерируется. Откуда у тебя берутся? Ну я встроен в мир. Вот представьте, я огромная сеть. А где тогда разница по возможности влиять, по возможности реагировать? Второй субъект, тот субъект, с которым мы сами себя ассоциируем, который мы называем самосознанием, про который мы прославим. Я тебе говорю, объясняю, это самосознание, оно ничего не генерирует. Оно только управляет. У него нет возможности генерировать. Она не от природы. Мы же говорили про то, что по понятию порядок свободы и порядок природы, он различный. Вот этот порядок свободы, он в мир не встроен. Он может только подавлять, либо усиливать. Усиливать за счет резонанса, каким-то способом непонятным. У тебя какой-то импульс возник, а ты его раз, можешь на уровень сознания и усилить. Понимаешь, продолжить дальше, активно начать его продвигать и прочее. Либо... У тебя есть источник, источник, источник... У тебя как усилитель есть, усилитель. Не важно, у тебя есть источник, он единственный источник, ты сам. Не важно, как он появляется. Да нету такой, еще раз говорю, что я не могу сказать, я сам источник или внешний источник. Я встроен в мир, я говорю проще. Я понимаю, что ты встроен в мир, но действуешь-то ты как? Ты сам действуешь? Ну я... Или мир кирпичный, что называется, сам по себе действует. Ну как это, вот кровь... Вот смотри, простой пример. Вот кровь там во мне... Я знаю, как она... Кровь туда пошла, кровь сюда пошла. Сердце как-то стучит. Как-то нервная система, руки как-то двигают. Я это не контролирую, это все... Это... Есть много процессов в организме, пищеварение совершается, которые вообще... Мне это непонятно, как это все делается. Это за пределами моего понимания. Это я не могу контролировать. Но это же происходит все. Это генерируется. Они как-то сами по себе там... Это все согласовывается. Это не важно. Импульсы подаются, что надо вот... Давай-ка тут сока там пусти, а там кто-то там что-то... Давай-ка надо выбросить. Я понимаю, у тебя есть источник генерации неких импульсов. Нет. Еще раз говорю. Есть, и рядышком стоит то, что эти импульсы контролируют. Мы одним способом встроены в мир, поскольку мы в этом мире плоти от плоти мир. Одним способом. А другим способом, на самом деле, мы все-таки пытаемся самим собой контролировать. Вот тот способ, каким мы сами собой контролируем, он на самом деле способ внешний. Вот мы сами собой контролируем как бы извне. То есть нас так научают себя контролировать извне. Мы смотрим, как контролируют себя другие люди, и мы как бы научаем... Не знаю, каким образом. Это сложный процесс. В каком смысле извне? Что значит извне? Ну не изнутри мы себя контролируем, а извне. Мы научаемся правильно себя вести в смысле внешнего поведения. Вот есть некие внутренние импульсы. Мы научаемся, мы говорим, что нам говорят, что вот эти импульсы, не важно, какие у тебя импульсы, там, злости, там, негодование, там, обиды. Ты должен вовне действовать определенным образом, независимо от этих внутренних импульсов. Как хочешь, так и подавляй. Понимаешь? Ты обижаешься, там, ненавидишь кого-то, там, там, много что делаешь. Но внешне ты должен внести определенного... Ты должен встраиваться в мир. Да, ты должен встроиться в мир социальный уже, другой мир. Вот мы определенного сначала выстроены в биологический мир, да, в мир, в котором, как бы, ну, изначально появились, в котором. Потом много систем, да, потом мы встраиваемся в систему социальную, где, на самом деле, ряд биологических вещей, он как бы запрещен. В определенных ситуациях, там, и прочее, в проваговании. Запрещен сознательно. Запрещен сознательно. Волей. Нет, запрещен сознательно волей только социального воли, а не нашей конкретной воли. А потом она... Воля социального, воля социального, это диктует так же и нам. То есть, воля личная подчиняется воле социального. Ну, то есть, ты сам себя, в итоге, ты же себя контролируешь, а не социум. Ну, социум, это... Социум лишь ставит тебе определенные условия. Либо ты контролируешь, либо ему тебя расстреляют. Либо мы тебя не принимаем, выгоняем социального, либо наказываем. Именно так. – Не стоишь рядом с тобой, Игорь, и не стучит тебе по голове. Ты уже сам себя начинаешь контролировать из своей воли. – Это уже да. Именно так. – Хорошо. Дальше. – Что тут дальше-то? Вопрос в чем состоит? Вопрос в том, что мы научаемся со собой контролировать извне. И мы, на самом деле, именно потому мы и другими можем контролировать точно так же. Потому что для нас, что собой контролировать, что другим контролировать, что другим управлять – это, на самом деле, управление одно и то же, по сути. Вообще, откуда берется власть, откуда берется все-таки вот эти вещи, почему они нам понятны и естественны. Потому что управление самим собой и управление другим – это одно и то же управление. Только когда ты самим собой управляешь, ты еще и понимаешь и внутренние импульсы, которые существуют. То есть ты изнутри систему понимаешь, как она работает. А когда ты управляешь другим, ты видишь только внешние проявления. А как изнутри у неё там система конкретно в этот момент работает, ты не знаешь. В этом только разница. Но на самом деле изначально управление одно и то же. И вообще говоря, вот это сознание, которое у нас есть, оно всегда именно вот так вот устроено. Она как бы смотрит на себя, то есть на организм как бы и на саму себя как бы извне. Как будто бы другим человеком управляет. То есть мы как бы раздваиваемся на тот, который внутри генерирует, и на тот, который со стороны смотрит и контролирует эту генерацию. Нет здесь перехода к всеобщему сознанию, которое через нас работает. Нет, здесь... К эгрегору. Но это не важно. Но это просто вот. Отсюда вывод к этике просто следует, что этика в данной конструкции, в данной модели, она возможна только как отказ от всего. То есть максимально свободный человек, это тот человек, который больше всего отказывается. То есть получается, что аскетика здесь ведет к максимальной свободе. И вот христианство об этом заявляет. И даже Ниша любит об этом говорить. А в чем выражаться здесь? Потому что если мы какую-нибудь генерацию начинаем поощрять, и начинаем ее кормить своим вниманием, усиливать, то мы становимся рабами этой генерации. То есть она нас рано или поздно подавляет. Это называется страсти. Возникает рода страсти, и мы подчиняемся полностью этой страсти. Хорошо. Именно так. Тут пример может быть это самое. Ты плывешь по течению. То есть, грубо говоря, если ты плывешь по течению, ты же свободен. Ты плывешь по течению и делаешь, что хочешь. А когда ты встаешь против течения, ты сопротивляешься потоку воды, проявляя свою волю. Да, и чувствуешь преодоление свободы. То есть ты всю свою эту самую тратишь только на то, чтобы сопротивляться. Откуда свобода? Потому что получается, что это свободное действие, автономность, она проявляется в том, что ты именно стоишь против потока. Автономность не состоит в том, что твоя воля не обусловлена ничем. Всякая генерация обусловлена, потому что мы встроенные методы. А твое сопротивление этому потоку, этим генерациям, это ничем не обусловлено. Ну, ты можешь двигаться в потоке, так же не замечая этого потока. Нича об этом так говорит, что он считает, что сопротивляться вот этим жизненным импульсам, что это тоже определенного рода некий жизненный импульс. То есть среди жизненных импульсов возникает жизненный импульс, направленный против жизни. Володька, все просто. Ты выбираешь между ливерной колбасой и копченой. Две генерации у тебя работают. Только когда ты откажешься вообще от колбасы, ты совершишь свободный поступок. Ну, а Ницше считал, что это тоже такая же генерация. А это тоже такая же генерация, он считал, да. Ницше. У Ницше было так, что он говорил, что сопротивление жизни... Потому что что такое генерация? Это и есть на самом деле жизнь. Поэтому как бы свободы нет. Но если свободы нет, а мы же ее чувствуем, в том-то и состоит по этому проблемам. Иллюзия. Иллюзия, да, может быть. Потому что начал с бессознательного, а кончил тем, что свободы нет. Нет, просто факт состоит в том, что вот этому выводу о том, что, возможно, единственная свобода, как сопротивление вот этим жизненным силам, это жизненной генерации, это же не мой опять же вывод. Вот это практика аскетизма, практика любой религии это показывает, что любой аскет, любой святой, любой подвижник, он ничем иным не занимается, как сопротивляется этому жизненному потоку. Да он, получается, захват захвачен потоком сопротивления. Да нет никакого потока сопротивления. Это и есть проявление его собственной автономности. Он автономен, он не обусловлен. Понимаешь, когда мы поток, когда мы подчиняемся этой генерации так или иначе, мы тем самым обусловлены этой генерацией, и мы тем самым уже не свободны. И какие бы мы поступки ни совершали, они уже по самому своему определению, поскольку не свободны, уже не могут быть чистыми, не эгоистическими. И обязательно будет эгоистическим. Я полагаю, что ни один христианский святой бы не согласился, что его аскеза, единственной причиной его является сопротивление потоку. Нет, это понятно. Потому что дальше надо объяснять, что мы можем... Потому что я же говорил, что воля проявляется в двух вещах. Как сопротивление, в том смысле, как преодоление, а второе есть как активная постановка целей. Активная постановка целей, а это уже уровень выше. Да, это уровень сознания. Потому что сопротивляться – это уровень простой. Сопротивляться можно на самом нижнем уровне. Хочется пить, не пить, хочется есть, не есть. То есть сопротивление, вообще говоря, это примитив некий. То есть это просто простое проявление воли, как преодоление. А вот теперь, если перейти в более высокий уровень, где действительно подвижники находятся, они ставят себе цель активно, допустим, достичь Бога. Но в достижении этого Бога надо встать против всего мира. Надо не мыться. Потому что Бог не опирается его. И чтобы встать на сторону Бога, надо встать вне этого мира. То, что Игорь любил говорить о столкничестве, о подвижничестве. То есть для них это как раз не является ни в коем случае преодоление чего-то. Нет, смотри, преодоление – это первая фаза этого феномена воли. Я говорю про вторую фазу, где была активная постановка цели. Если мы ставим активную постановку цели, обожиться, то это означает, в частности, что снять себе покровы этого мира тварного и двигаться к миру нетварному, небесному. Это и означает стать, как Володь, хороший пример с потоком, против потока жизни. Жизненный поток нас увлекает, он говорит нам о том, что нам надо плодиться и размножаться, много что делать. Жить, веселиться и прочее. А умереть почему-то нельзя. Остановить колесо сансары? А умереть нельзя, потому что это проигрыш. Пока ты сопротивляешься потоку, воля твоя есть. А он смерть – это также смерть твоей воли. Потому что ты должен свою волю подчинить воле Божьей. То есть ты свою волю отдаешь Богу. Да, понятно. А воля Бога состоит в том, чтобы не мыться. А нет, а воля Бога состоит в том, что она не воля мира. Понимаешь, воля Бога и воля мира противоречивают друг другу. Дружбой с миром есть вражда против Бога. Есть воля мира, которая в частности связана с этой генерацией. Мы же как телесным образом встроены в мир. Просто получается христианство как ненависть к миру. Почему ненависть? А что еще-то? Любишь Бога, ненавидишь? Хорошо. А человек, который вообще к христианству никакого отношения не идет, но хочет сделать свободный поступок, он должен сопротивляться всей генерации, которая у него есть. Почему? Ну, потому что нет другого способа быть свободным. А потому что он от него с самого начала свободен. Нет, он не свободен. А с какой стати он от него не свободен? Ну, потому что все, что у тебя возникает, вся генерация, она встроена в мир, и поэтому есть внутренние и внешние причины, которые эту генерацию порождают. Ну, тем не менее, он от него полностью свободен человек. Никакой не свободен. Абсолютно. Как он свободен? Абсолютно свободна от химического состава красы, которым она нарисована. Нет. Ну, смотри, единственное, в чем состоит твоя свобода? То есть ты хочешь сказать, на самом деле, что ты можешь в этом мире свободно встроить свою свободную причину? Не надо в него встраивать. Просто с самого начала я абсолютно свободен. С самого начала. Ну, это пустые же слова. Я же говорю, что нам не хочется выяснить, каким образом мы активно в этом мире. Ты опять пытаешься с паровозом сравниваться? Да я не пытаешься. Я же не говорю про детерминацию. Нет, ты говоришь именно про детерминацию. Я говорю про то, что мир устроен, пускай как угодно мир устроен. Ты говоришь про психоаналитическую детерминацию поведения бессознательного. Нет, я говорю о том, что мы встроены. А чем еще? Либо мы встроены в мир, а наша свобода в мир не встроена. Она не встроена в него. И наша свобода в мир встроена точно так же. Нет, тогда вообще, если наша свобода в мир встроена, тогда вообще свобода не встроена. Просто я изначально свободен. Не тем, что я это беру, хочу линейку, а хочу ее не беру. А изначально я свободен, это я, это кто? Не, мне бы... Я, это кто? Я есть я. Ну, а кто это? Ну, кто-то. Ну, вот именно, вот оно началось. А ты хочешь сказать, что есть у тебя некий поток желаний, это есть я. А с какой стороны я это делаю? Я хочу линейку взять, хочу не взять. Нет, абсолютно... А у тебя возникло желание какое-нибудь там? Что-нибудь там? Я не знаю там. И когда со мной происходит... Ты либо борешь... Ничего есть. Твое желание. Ничего не борешься. Подожди. Вот у тебя возникло желание, допустим. Я не знаю там. Взять линейку. Я взял линейку. Да не надо такую. Взял линейку. Захотел? Не нравится мне нет? Я просто... Я захотел. У тебя возникло желание покушать. Да. И ты говоришь, что это мое желание покушать? Или это все-таки желание не твое? А мне абсолютно пофиг. Я иду и ем. Правильно. Да ты, значит, подчинил свою волю этому же, какому-то возникшему инфурсу. Да пофиг, пофиг. Подожди, подожди, подожди. Вот ты что, не пофиг? Это означает, что ты не свободен. Абсолютно пофиг. А в следующий раз все возникнет попить желание, потом возникнет желание позаниматься сексом, поспать. Да, совершенно верно. В этом и состоит страсть из жизни. Совершенно верно. Но ты живешь в кругу страстей. Где ты сам-то? Когда я беру линейку, в один момент... Не надо про линейку. В один момент. Я ем и делаю. Я не могу сопротивляться тому, что мне должен попить или поесть. Как не могу сопротивляться лечащего у меня из бесконечности кирпичу на голову. Не могу. Но это не делает меня из-за того, что кирпич прилетит и непременно меня когда-нибудь убьет. Из-за этого меня не делают совершенно несвободным. Как и то, что мне хочется пить, я из-за этого не становлюсь несвободным. Я иду и пью. А идиоты идут и воздерживаются от питья. Они же думают, что именно здесь проходит грань между свободой и необходимостью. А я так говорю, я пью, ем, занимаюсь сексом и кучей занимаюсь других вещей. И иногда ловлю на голову кирпичи. Тоже. Это потому, что вот некая данность надо мной. И при этом я абсолютно свободен. У меня линейка... Ну это все понятно. Это голый-голый... Линейку я беру. Не линейку. Чего хочу. Телевизор. Могу телефон взять и вот так подбросить. Абсолютно свободен. Нету детерминации. Из того, что по космосу летают кирпичи различных размеров, из этого не следует, что я не свободен. Я еще раз говорю, это сведение всего разговора в простом... Ты свободен и все. И как иначе песни проходит. Я свободен и все. Ну все, что ты можешь сказать, все. Давай тогда перестанем разговаривать. Наука не нужна, ничего не нужно. Я свободен и можно ничего не... И уже все остальное на все остальное наплевать. Поэтому я им... Не изучать, не пробовать, понять. А что значит, что ты не свободен тогда? Что значит, что ты не свободен? Когда ты не свободен в твоей системе координат? Когда вот ты не свободен. Интересно, вопрос, кстати, хороший. Когда проявляется у тебя не свобода? Действительно, если ты во всем свободен. Вот ты вообще во всем свободен. Ну не во всем, почему? Ну а кстати, когда бывает не свободен? Свободен я так по большому счету. Ну вот видишь, во всем. Судьше подчинился своим желаниям, внутренним и пульсам, то ты становишься вовсюм как бы свободен я отвечу несвободен тогда, когда меня делают зависимость от другой личности или другого человека вот тогда я являюсь несвободным несвободен он, когда он тебя в чём-нибудь ограничивает вот здесь генерация хочется спать кстати, между прочим, верно а несвободен, когда мне хочется спать, а я не сплю а мне будет вот я несвободен, совершенно верно в общем, ясно, всё на связи с голову это с ног на голову поставлено и человек просто так живёт и он думает, что так оно и есть но на самом деле, всё как раз наоборот когда ты исполняешь веление некоторой рода генерации внутренней телесной генерации духовной генерации, неважно то ты не свободен а свободен ты? а дана она всегда мне как кирпичи из космоса я не знаю, что это кирпичи иногда она дана, иногда она непонятна по-другому она тебе не дана иногда у тебя есть какое-то импульс и вот как ты себя ведёшь а потом вдруг осознаешь а почему ты себя так вёл вот кто-то внутренние какие-то позывы внутренние импульсы как-то тебя куда-то ведут влекут ты встроен в мир мир устроен как-то сложно мы не знаем, как он устроен мы не можем каждый процесс причины и процесс в этом мире да, Валя, я с тобой согласен ты вплетён в него да, я согласен мне хочется туда идти я прихожу, а там свободен за Бог вот так как я не свободен да то есть когда препятствие возникает ты сразу не свободен да, ты сразу не свободен а тут про волю всегда говорится обратно что для воли, для того чтобы проявиться как раз препятствие как препятствие пока нет препятствий это не будет хочу линейкой, играю Валя взял у меня линейку отобрал, бам но я не свободен а не не сводится вопрос свободен и свободен к вопросу кто есть я ну сводится, я же говорю потом ты вопрос сразу который надо задать что есть я действительно кто есть я очень хочется есть потому что иначе это просто языковая игра понимаешь вроде бы ясно что такое я я же и сказал что я это не простая вещь нельзя я ассоцировать с организмом я не свободен я субъект что такое субъект ну смотрите, получилось как бы две системы координат в координатах Игоря получается что воля это реализация желания а в координатах ГУЛАТ получается что воля это реализация желания это как бы отказ вообще от желания потому что воля должна быть автономной если воля есть реализация желания значит она обусловлена на этими желаниями простая же логика а если воля есть реализация отказа то она обусловлена своим отказом нет никак не обусловлено потому что ты отказываешься я еще раз говорил про 2 уровня тогда может быть и обусловлено потому что отказ ради отказа это когда нечто глупе А вот если ты ставишь какую-то цель, другую цель, и отказываешься от генерации, тогда на самом деле воля уже не обусловлена этой генерацией. Ты поставил перед собой цель какую-то, создать, допустим, что-то там. Да. И для этого надо преодолеть одно, второе, третье, в том числе и внутренние какие-то генерации. Да, надо взять линейку, преодолеть сопротивление Вали, которое не дает ей играть, и играть ей. Вот еще четвертая цель. Я поставил себе цель поиграть линейкой. Я свободен, хочу линейкой играю, хочу не играть. Я говорю, что не надо... А если Валя меня отберет, то я почти буду не свободен. Вот пример, говорит, попытается все довести до отсюда. Я еще раз говорю, что... Так, а может, вы оба правы, может, кто-то другой путь приводит к свободе, нет? Еще раз говорю, я веду разговор об автономной воле. Автономная воля, если она подчиняется генерации, то она не свободна. Слышишь, может быть, есть как бы два уровня свободы. Вот та свобода, о которой ты говоришь, это как бы свобода... Да Игорь вообще ни о свободе не говорит. Игорь говорит, с одной стороны, о свободе, а потом к ней присоединяет все остальное. Он не говорит о свободе. Он говорит слово «свобода», а потом все что угодно присоединяет к ней. Ну хорошо, я не буду пока свободу трогать. В твоем случае эта воля выведена на уровень сознания, а в его случае это... Да нет. Ребята, еще раз говорю, давайте как бы словами не кидаться. В твоем. В твоем. Сознательное. Да забудь про слово «сознание». Валя, ты можешь про слово «сознание» забыть? Вот, понимаешь, надо научиться не бросаться про слово. Я не говорю про сознание, не сознание, это несущественно. Здесь пока. Чему это существенно? Потому что ни одно животное не может отказаться от реализации своих желаний. Да это может только сознательный человек. Ну и животное может. Не может. Почему? Может. Может, хочет и делает. Как это хочет и делает? Животное под страхом научили стоять на задних лапах, он стоит и все. Она саму свою генерацию ломает, ей неудобно стоять на задних лапах. Но есть другая генерация, которая возникла со страхом, и она поэтому стоит на задних лапах. Или, допустим, из-за сахара. Животное горит сахаром. Возникает условный рефлекс, понимаешь, допустим. И этот условный рефлекс подавляет другую генерацию, которая хотел, животное хотел шалить, бегать и прочее. Но под влиянием сахара она выполняет то, что от нее требуется. Это называется условный рефлекс. Животное не может отказаться, я же говорю. Животное отказывается под условным рефлексом. Мы управляем животным. У тебя просто с самого начала нет никакой свободы. Никакой свободы нету. Поэтому, чтобы превратить сознание, надо от всего мира отказаться. Нет. У меня изначально есть свобода, только она перпендикулярна миру. Она не внутри мира. Ну, я тебе и говорю, что тебе. Она перпендикулярна. А у меня с самого начала я изначально абсолютно свободен. Я считаю просто, что в мире нету как бы возможности свободы. А свобода перпендикулярна. А я говорю потом, что в мире паровозов его нет. А в настоящем мире есть свобода. В мире есть случайность. В мире свобода нет. В мире случайность есть. В мире вероятность есть случайность. Суда бифрукация! Суда бифрукация! Но это не свобода! Это не свобода! Свобода связана с волей, с намерения. Где тут намерения? Линейки нет, у меня есть. Поэтому я и говорю, что ты взял, взял, не взял, не взял, не взял. Поэтому, когда мы говорим о бифуркациях линейки, то в мире есть бифуркация, если случайно. А календариком с кошечкой буду играть. У меня календарев с кошечкой. Взял календарь с кошечкой. Одна кошечка, вторая кошечка. Чтобы свобода проявилась, должно быть намерение. Должна быть воля. Если воли нет, то нет свободы. Свобода у нас связана всегда с волей. Без воли, без мыслей говорить о свободе. Я же не просто так. У линейки воли нету. Хочу показать людям двух кошечек. Явно моя воля. Показал двух кошечек, положил обратно. Все действия сделал абсолютно свободно. Свободно здесь. За исключением того, что ты меня мотивировал тем, чтобы я тебе в качестве пример привел. Хорошо, сделал свободно. А если бы Була сказал, что нельзя показывать кошечку, он бы тебе не дал свободу. Я бы телефончик показывал. Брал бы телефончик и показывал. А в отношении этого я бы чувствовал себя глубоко несчастным, несвободным человеком. Ну да, вот именно когда ограничивает человека, он чувствует себя несвободным. Да, линейку у меня постоянно. Но когда человек сам себя ограничивает, то это он по собственной воле делает. Я хочу сказать, что... Это тоже желание. Это тоже желание, свободное желание. И он сам себя ограничивает. Ну, разумеется, разумеется. Нет никакой цели самого себя ограничить еще. Это просто пример того, что наша свобода есть. Мы чувствуем проявление нашей воли в преодолении. Вы как бы больше всего меня поражаете. Вы на первом пункте как застрелись, и все. И про второй пункт забыли. Я сказал, что воля проявляется так же, как активность. Как активность целеполагания. Вы про нее вообще не говорите. Просто за попыткой как-то аскетическую практику тобой опроводать постоянно, наверное, скрывается какой-то психоаналитический контекст. Нет? Да нет. И просто хотел... Не скрывается? Не скрывается? Ты на Чикателовика? Не, ну, может, ты можешь дальше пойти. А за попыткой мной заниматься философией скрывается что-то. А за попыткой мной, допустим, не заниматься физикой тоже что-то скрывается. А за попыткой мной сидеть что-то скрывается. А стоять тоже что-то скрывается. И бесконечно везде что-то скрывается. И что это дает? А я говорю, что хочу сижу, хочу физикой занимаюсь. То есть? Хочу философией. А я бы мог бы сказать так, что за попыткой твоей, как бы, на меня, условно, пытаться вот так вот на меня психоанализировать, тоже скрывается что-то. Ну, конечно. Ну, в чем смысл-то всех этих что-то скрывается? Что это? Это разве что-то объясняет, что-то дает для понимания? Это же не важно, на самом деле, что, за чем скрывается Либо мы, на самом деле, пытаемся выяснить, каким образом возможны свободные поступки в этом мире Либо не пытаемся А ты просто говоришь, что возможно, свобода, и все И не надо заниматься наукой, давайте будем свободными Как некая феноменологическая данность Да нет, будем свободными, не надо заниматься Физика тоже уж, физика, камни падают, падают Ну зачем законы изучать? Не надо Камни падают, падают, зачем заниматься физикой? Не будем заниматься физикой Не будем изучать вещество, не будем законы природы ничего не будем делать. Вот твой пример. Есть свобода, есть. Ну все. Зачем заниматься свободой? Зачем пытаться понять, что это такое, как работает, как это возможно? Ничего не надо. Вот у тебя подход какой-то странный. Ну ясно. Подход только состоит в том, что да, есть свобода. И пытаемся понять, как она есть. Почему это возможно? Есть вообще некое удивление у меня. У тебя, наверное, нет. У меня есть удивление, что мы можем быть свободными. Меня удивляет это. Вот и все. Я и пытаюсь этим заниматься. Почему мы можем свободными? Мне непонятно. Просто понимаешь, когда Игорь хочет заниматься физикой, когда у него только желания возникают, он на этот момент все свои другие желания ограничивает. Вот. В этом смысле он, когда занимается физикой, выступает как аскет-физик такой. Да причем я вообще о другом говорю. Я просто говорю о том, что... Он пошел есть. И пока он ест, он как аскет. Еще раз говорю, я о другом. Я говорю, что есть понятие наука, и люди занимаются вопросами какими-то, потому что им что-то любопытно, почему это так. Ибо они пытаются здесь что-то выяснить. А по простым сетованием на то, что и так все понятно, это на самом деле, ну не знаю, это какой-то обывательский подход к решению вопроса. Ну здесь все понятно. Типа есть свобода, и все, и не надо ничем заниматься. О, стоп, Влад. Слушай, а вот такой вопрос. Посмотри. Вот есть когда вот Игорь плывет под своим желанием, реализует свои желания, считает себя свободным. Да. И как бы другой пример, когда человек ограничивает свои желания и реализует то, что... И никуда не плывет. Нет, нет, подожди. И реализует какую-то цель, которая у него есть другая. Всеми остальными желаниями и жертвами. Вот, Игорь, в том случае, если ты... Тебя можно было бы считать свободным только в том... Более, безусловно, присутствует, когда ты реализуешь свои желания. Вот. Но свободными эти поступки можно было бы считать только в том случае, если бы ты мог себя в них ограничить. Если ты в чем-то себя не можешь уже ограничить ради каких-то других страстей, да, других желаний, то тогда уже все как-то. Ты не свободен. То есть, допустим, вот как вот в христианстве святой? А он ради своей высокой страсти стань богоподобным, да, а он готов как-то там не есть, не сик. Я всегда говорил, что я сплю и жру в форме эскетической практики. Да, действительно так. Это у меня такая практика просто эскетическая. А ты на самом деле можешь ли не есть? Не знаю, наверное, нет. Значит, ты не свободен уже в этой практике. Вот если ты мог есть, а мог и не есть, то можно было бы свободным. Когда-то же договорились, что свобода состоит не в том, что выбирать между левой копной овса и правой сена, а между пепсиколой и кока-колой, а между тем, чтобы выбирать и не выбирать. Так я тебе об этом и говорю. Если бы ты мог есть и так же свободно мог не есть, тогда это было бы свободное желание в обоих случаях. А если бы ты не можешь себя ограничить в виде, то уже все, это не свободно. Это и безусловно волевое, но не свободное действие. Еще раз говорю, вы пытаетесь говорить о свободе с точки зрения обывательского представления о том, что такое свобода. А я говорю о свободе, которая в смысле ее возможностей, вклинивания, в реализации мире. Это разные вещи. Я вообще-то в своей голове сколько угодно свободен, понимаешь? Мысли туда метнулось, мысли сюда метнулось, там, о том подумал, о сём подумал и прочее. Понимаешь, ничего не мешает. А вообще не думать можешь? Вообще не думать даже может могу. И прочее. Так вот, хотя йоги говорят, что как раз в смысле мысли мы тоже не свободны, потому что мысли нас тоже там хаотично прыгают, и мы ей надо научиться контролировать мысли. В этом состоит в смысле йога. Йога состоит в том, чтобы научиться контролировать свои мысли. Ни в чём другом она и не состоит. В этом вся вся суть йоги. Но сейчас не об этом. Но я говорю не о такой свободе, какой-то внутренней наших способностей. Я говорю о свободе в смысле реализации. Вот я хочу что-то сделать. В этом свобода в смысле активного целеполагания. Я положил какую-то цель в будущее и хочу её достигнуть. И как возможно это? Как я могу соотнести свою свободу с тем миром, который вокруг меня как-то устроен? Вот в чём проблема состоит. Как она вклинивается в этот мир, как она здесь создаёт свою какую-то цепочку причин? Понятное дело, что она как-то это делает, поскольку мы чувствуем, что мы можем полагать цели и их осуществлять. Нужно понять, как это возможно. Найти какую-то конструкцию, модель, которая бы показывала, как это возможно. Вот конструкция в смысле генерации, она показывает, что такое целеполагание, не знаю, возможно или невозможно. Наверное, возможно, но поскольку мы управляем уже тем, что есть, ведь генерации сначала возникают, они есть, они всегда есть на самом деле. Эти генерации просто меняются, сменяются в зависимости от ситуации. Как в организме устроена как своего рода система с датчиками. Возник датчик, надо сходить в туалет, сходим. Возник датчик, попить, попить. Возник датчик, захотелось поспать, поспал и так далее. То есть так же, как любой механизм работает. И мы можем этот механизм определенного рода контролировать. В чем-то. В чем-то не можем. Кровь как-то. У нас же есть система, которую мы вообще никак не контролируем. Кровь куда-то там. Сердце стучит, кровь куда-то гоняет. Клетки как-то работают. Пищеварение происходит. Мозгу какие-то процессы происходят. Ну, в смысле, на физиологическом уровне. Мы всю физиологию не контролируем в массе своей. Йоги говорят, что умеют там и этих высот достигнуть. Нужны ли эти высоты, я не знаю. Много же чего мы не контролируем. Что-то мы контролируем. Вот то, в чем мы контролируем. Как это происходит. Это происходит тем способом, что вот есть вот этот центр, который называется я там, субъект. Вот этот субъект, он может либо эту генерацию усиливать, либо подавлять. Но вот с этих позиций невозможно понять, как тогда свободу возможна. Свобода, получается, возможна только как полностью отрицание всякого рода генерации. Тогда возникает попытка понять, что такое свобода смысле активности, смысле целеполагания. В этой конструкции, да, она невозможна. Непонятно, что это такое. То есть, эта конструкция не объясняет, как возможны целеполагания. И это вопрос, действительно. Просто эту конструкцию я просто перевел для примера, потому что, когда я сознанием занимался, она вдруг возникла. Как устроена воля? Я даже ее рассказывал несколько раз. Как работает воля? Воля вот такой процесс странный. Как бы, да, она вторичный процесс. Не первичный, а вторичный. В силу того, что есть сначала генерация, а потом воля, а не наоборот. Но здесь у меня возникали мысли по этому поводу, связанные с тем, что, возможно, мы можем все-таки порождать свою генерацию внутреннюю. Если это, вот, Игорь переводил, то есть, из-за анализ, там, да, это машины желания, что якобы мы можем наш организм, то есть, нашу машину, да, как-то переформатировать. Там есть такое понятие конъюнкции, там, дизюнкции. То есть, одни автоматы мы можем разъединить, а другие автоматы соединить. То есть, это мы можем, как-то мы можем даже управлять вот своим организмом. Но это уже из-за разряда, и поэтому он называется, что шизоанализ, да, потому что это уже из-за разряда уже немножко отклонения от ног, да. То есть, здесь уже возникает вот слишком глубокое внедрение, да, в то, что называется наш организм. Но только я не понимаю, зачем это, опять же, нужен. Потому что любой психоанализ всё равно будет говорить о том, что мы полностью детерминированы и бессознательны. Даже шизоанализ будет об этом говорить. Потому что, если изначально есть некая система, да, которая нам не подвластна, вот эта генерирующая система, и всё исходит из неё, Игорь же правильно говорит, что тогда никакая свобода будет невозможна. Кроме как свобода отрицания её. Единственная свобода тогда будет свобода отрицания. И даже, они же так и революцию ведь объясняют, да, что единственная свобода тогда есть, свобода отказаться. Понимаешь? Как революция возникает? Ты встроен в систему, ты рабочий, там, постоянно с утра до вечера работаешь, да, ты как бы, как производственная машина, да, как некий винтик в системе некой огромного завода, фабрики, там, общества. Как можно быть свободным? Отказаться от этого, сказать, я не винтик, отказаться от всего и начать её разрушать. То есть, свобода, например, в шизоанализе возможно только как разрушение. Только как разрушение себя, как разрушение общества, как вообще разрушение... Ну, как я понял, скажем так, может, как вот я понимаю шизоанализ, да, насколько я вообще могу понять Делёзы, да, то есть свобода там возникает только как отказ, как разрушение, то же, как тот же самый аскетизм, да, вот. Только аскетизм это на уровне человека, а там революция это на уровне общества. И недаром революция ничему не приводит, понимаешь? То, что всё разрушить до основания надо, а потом, а потом ничего не будет. Просто разрушить в этом состоит суть. Понимаешь? Так же и человек разрушает себя. Как возникают шизики всех вроде больные? Они доводят этот процесс просто до клиники, когда человек уже не контролирует процесс разрушения, а когда он заходит слишком далеко, то уже самотеком идет, уже как бы цепная реакция возникает. Человек разваливается просто полностью. Можно самого себя пытаться переформатировать, немного контролируя себя. Что-то где-то как-то контролируя. Вот Делес много пишет о том, что вот интеллигенция, современная интеллигенция, по крайней мере, она должна достигнуть уровня предела какого-то в этом процессе саморазрушения. Там Фитт-Жеральд приводит с алкоголиком, был там еще какие-то там, или допустим берется Кэролл, еще какие-то примеры. Много очень полусумасшедших писателей. Я сейчас просто на память не помню. Но это несущественно. Существенно состоит в том, что они доводят себя до предела, но не перешагивают, не становятся клиническими больными. То есть разрушая себя, не совершает процесс катастрофический. Когда уже подвергается разрушению и сам их центр, то, что называется я, субъект, тоже подвергается разрушению. То есть надо, иначе говоря, надо совершить контролируемое разрушение, чтобы достигнуть чего-то. Но не всегда это получается. Иногда возникает неконтролируемое разрушение. Вот как вот Арто, Арто, допустим. Арто – это клинический больной, но в том числе он тот человек искусства, который довел работу над собой, внутреннее переформатирование до некого предела, но не смог удержаться и перевалил туда, и стал сумасшедшим. То есть на самом деле в их понимании интеллигенты, революционеры и всякого рода, даже говорится не просто о революционерах, а о группах революционеров, они вот именно таковы. Они маргиналы в обществе. Они должны постоянно себя, разрушая себя, разрушая все вокруг. Ну, непонятно, имеются ли в этом разрушение какие-то там цели высокие, революционные, или нет. Это не важно на самом деле. Важно, что так устроено просто. Как устроена работа механизма. Вот есть огромный автомат. Если какой-то винтик вдруг перестает свою функцию выполнять, автомат весь рушится. В этом и состоит суть. То есть революционеру достаточно просто остановиться, перестать как бы... Вот как вот помнишь принцип этого... в Индии неповиновения. Стоило только отказаться выполнять какие-то функции, и все сразу остановилось. То есть на самом деле все так устроено. И наши организмы точно так считают. Стоит только отказаться от выполнения своих импульсов. Поэтому я и говорю, что эти ребята пытаются свести многообразие всевозможной деятельности, в том числе понятие свободы, к паровозу. Нет, они пытаются к независимости свести. К независимости. Но есть понятие независимости. Вот эта машина желания, это же явно паровозы. Винтики там. Вот они ко всему этому устанавливаются. Да, это паровозы. И по ходу дела теряют все, что самое интересное. Ну паровозы нового типа, не детерминированные паровозы, а там с бифуркациями, со всеми этими... Ну какая разница, да. По сложнее. Чуть не паровозы сложнее. Да. Но суть по-моему состоит в том, что... Но, тем не менее, начав с паровоза, ты кончишь первопаровозом. Нет, суть только в том, что они не кончают независимость. Потому что просто отказываться от всего, разрушаться, это только первый момент. Момент независимости или момент самостоятельности. А есть второй момент. Момент активной постановки цели. Вот этот момент активной постановки цели здесь не объясняется никак. И в этом ты прав, что здесь свободу, какую-то активную свободу, как активное валение, активное целеполагание, она таким путем не может быть объяснена. Это нечто другое. Либо надо говорить о том, что это целеполагание активно точно так же генерируется. А как оно генерируется? То есть она точно так же обусловлена, получается? Ну, вот я и говорю, что начался с паровозов, и пытаешься на языке паровозов и второй шаг сделать. Опять же на паровозовом языке. Да, Игорь, вопрос свободы связан или определяется моментом самоопределения. Ты самоопределяешь себя свободой или нет? Нет, просто я же говорю, что у тебя есть феномен, с которым ты должен работать. Этот феномен на паровозном, по языке Декарта, на примитивно-паровозном механизме, на уровне слезы. Раб свободен. И даже не Декарта прошу прощения, Декарта был хитрый. На делезовском языке, безусловно, и на фредийском, ты теряешь феномен свободы. У них нет, у них есть одно бессознательное. Ну, раб свободен. Давайте сделаем маленький вывод про волю. Мы начали с воли. Получается, что я просто слово нашел правильно. Что воля проявляет себя как независимость. А независимость – это отказ от чего-либо. Как я говорил, есть генерация. Допустим, запретить этой генерации себя реализовываться – это отказ от чего-то. Это независимость. А есть на самом деле свобода, в полном смысле этого слова. То есть, свобода как независимость – это отказ от чего-либо. А свобода как… В полном смысле слова – это свобода как некая активность, как целеполагание. Ты полагаешь какую-то цель, и ее осуществляешь. Вот свобода как полагание, как некоторые цели, как целеполагание, она непонятна. Потому что свобода как независимость – она понятна. И она понятна. Ее можно объяснить, она там возникает и в психоанализе возникает, и философия 19, и 18, то есть это все, что связано с независимостью, она вообще никаких проблем в объяснении не имеет. Ну, как раз вот та свобода, настоящая свобода, как свобода целеполагания, когда ты в будущем какую-то цель полагаешь, а ее пытаешься достигнуть. Вот эта свобода непонятна. Мы как бы... Игорь как бы говорит о том, что она есть, и что тут невозможно больше ничего к этому добавить. Но мне кажется, что такое объяснение недостаточно. Что-то надо еще здесь подумать. Значит, получается, что у нас есть две формы свободы. У нас свобода в форме отказа от чего-то, как независимостью, это свобода от. И другая свобода, это свобода для. Свобода как активная, как некое целеполагание. Так вот, возможно, что когда есть генерации, когда мы обусловлены некоторыми внутренними движениями, некоторыми внутренними желаниями, побуждениями и прочим, то мы, единственная наша свобода по отношению к этим побуждениям, это свобода в смысле независимости, только отказаться от них. Но когда у нас этой генерации нет, точнее, в том поле нашей деятельности, где этой генерации нет, в смысле полагания каких-то целей. То есть, мы именно там можем ставить цели, где нам не мешает никакого рода генерация. Где она, точнее, она может мешать на другом уровне. Но вот есть некоторое рода уровни, где нет этой внутренней генерации, где получается, что мы можем быть свободными в смысле полагания каких-то целей. То есть, там, где есть генерация, там, возможно, только свобода в смысле независимости. Потому что уже есть некое бытие, уже есть некоторого рода импульсы, некоторого рода желания. Там уже ничего не сделать, раз это уже есть. И мы можем только, на самом деле, пытаться как-то освободиться от них, да? То есть... Противостоять? Противостоять им, да. Быть независимым от них. А там, где, на самом деле, такой генерации нет, много же есть сфер, где нет такой генерации. Где нет вот таких внутренних побуждений и прочее. Вот там, на самом деле, мы можем спокойно ставить цели. И эти цели полагания уже будут свободны.